всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ребят поговорим мы с вами о канале виталик и ангелина обсудим очередную распаковку халявного барахла ребят что не распаковка то просто ржать значит сидит у нас ангелина как всегда да в обнимку с мешком раскручивает раскручивает пломбу а виталька виталька все пытается разузнать заказывала ли ангелина что-нибудь ему и она такая недовольная слушайте я не помню у нас такая забывчивая она прям как будто амнезия то василек заказывает бесконечно то на другом каком-то сайте и заказывает и не помнит но главное то что себе заказывает сто процентово все помнит но главное не забыть о себе любимой а сейчас она еще больше деловая да потому что детей отправила все внимание ей и прям таки звезда кардебалета хотя вы знаете с такой распаковкой как у них я в жизни бы ничего им не отправила все какое-то такое спонтанное все швыряется ничего толком не показывают толком цены не говорят куда смотрят эти компании которые отправляют им эти все шмотки для того чтобы они рекламировали неужели нельзя найти других блогеров крупных блогеров которые могли бы красиво да про про рекламировать товар но здесь ангелина поди уже услышала у обзорщиков и поэтому решила хотя бы в стопочку да более-менее поскладывать вещи которые достала из мешка и ребят к моему удивлению даже витальке перепала несколько костюмов пижамка и даже халат банный халат виталька тут же захотел пойти и помыться видимо давно в душе не был с комфортом но распаковка это конечно же что-то это отдельная картина мешок между ног по-другому не бывает и никогда ну и хотя бы ножом уже не разрезала и не разрывала а более-менее спокойно распаковывала и опять ребят подушка опять подушка ангелина как маленький ребенок ей бы игрушки и подушечки и больше ничего а мы с вами потом думаем да что ангелина вот такая себе хозяйка какая из нее хозяйка внешне на нее посмотришь это она не смахивает на замужнюю женщину а каком хозяйстве можно говорить ветер в голове подушечки игрушечки шмоточки ну в принципе шмоточки то она всегда любила да наверное любая женщина девушка любит шмотки а что говорить про ангелину которая очень любит что-то новенькое покупочки обновочки а с какими понтами она распаковывает особенно когда вещи именно для нее на сей раз хоть и примерка была более менее хотя бы знаете вот эти хи хи ха ха абсолютно никак не катят для рекламы ребят пожалуйста я вас прошу не пишите мне про зависть ну чему можно там завидовать скажите чему вот когда пишите про зависть вы видимо сами просто без меры завидуете и поэтому постоянно у вас вертится на языке зависть 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 кто не завидует тот не пишет даже такое а вы бесконечно с канала витальки забегаете и пишите одно и то же прошу вас уж если хотите чё-то написать смените просто-напросто пластинку ну а дальше по нарядам ну я бы сказала что более-менее стали шмотки сидеть на ангелине ну по той причине что она действительно похудела внешне она действительно похорошела вот бы это же самое можно было сказать о ней самой но вы знаете внешний человек может измениться вот внутренний мир не изменить никак мне кажется что была она даже немного проще сейчас сейчас вот это вот похуденье да ее изменила в худшую сторону если она выглядеть внешне стала более-менее хорошо то внутри просто жесть она стала деловая крутая видимо все чайки и вы увидели я похудела да ладно бы похудела сама да сидела на ней на диете занималась спортом а то как похудела ребят считай принудительно по-другому теперь уже ей питаться по ходу нельзя ну если конечно же начнет то может нажрать то что было а так вы знаете будь это ее заслуга да в том что она сейчас такая стройняшка да то можно было бы конечно восхищаться а так ребят а так ну такое себе да внешне похорошела а вот изнутри чем дальше тем все хуже и хуже деловая заносчивая ленивая слова не скажи и везде голову вверх подымает и типа отстаньте от меня я здесь королева пошутить уже последнее время виталька не может с ангелиной потому что и везде она сразу включает свою деловитость и не знаю как он все это терпит но я вам скажу не будь ее канал бы у него не не устоял и провалился бы давным-давно потому что помните как был момент когда они там поскандалили разбежались и просмотров толком не было никаких и интереса у зрителей тоже не было именно по моему сама ангелина какую-то изюминку каналу дает да наверное вот это вот вся ее лень да и невоспитанность что хозяйка никудышняя двух слов связать не может да вот это вот ее бесконечная жрачка да где она ела и каждому в тарелку смотрела именно это и было изюминкой канала и поэтому люди шли смотрели и как я бы сказала как в цирк понимаете посмотреть на очередную трэш серию но лично я раньше да когда не делала еще обзор периодически за заходила к ним на канал вот чисто посмотреть чисто посмеяться что там изменилось и я вам скажу серии в бербиджане еще в старой съемной квартире гораздо прикольнее были нежели сейчас ну как и говорят что деньги портят да хоть без денег никуда но избыток их действительно портит и поэтому все становятся с коронами на голове деловые заносчивые так и здесь ребят так и здесь когда бабосиков было мало были такие спокойные простые которые сейчас прям возомнили себя королями ютуба и не одни они так ребят не одни взять уралочку взять пиратов хоть у пиратов и подписоты по сравнению с этими совсем маловато но возомнили тоже что они такие нужные людям что люди их ждут что люди их ищут ну что тут скажешь вообще знаете человек человеку рознь порой смотришь блогера и смотришь канал растет и подписчиков много и доход но блогер от этого не меняется ну а здесь у нас видите как деньги деньги правят блогерами и чем их больше тем блогеры становятся наглее да и хоть двух слов связать не могут между собой зато сидят на троне ютуба кто с протянутой рукой кто с поднятой рюмкой и все им должны все просто все а должны только из-за того что те вышли в эфир развлекать народ то бишь платите да так и здесь у витальки да поразвлекал нас на к стримах людей а вы бабосики шлите пообзывал поматерился и тоже для него это выгодно именно в таком виде получает он и еще больше донатов для меня вообще такого рода каналы это шлак ютуба но это мое личное мнение никому его не навязываю каждый имеет право на свое мнение и в этом нет ничего плохого все мы разные воспринимаем все по-разному ребят напишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии и я также благодарю каждого из вас за ваши классные комменты приколы юмор и прежде чем попрощаться желаю каждому из вас прекрасного настроения позитивных эмоций мирного неба над головой любви добра понимания и конечно же здоровья берегите себя берегите своих близких обнимаю вас всех пока пока